Этот эксперимент журнала «Советское фото» понравился и авторам книги по этико-фотографии. Вот что они пишут об этом. У каждого из десяти авторов Железнова оказалась другой. Каждый из десяти мастеров снимал в сущности не конкретного человека Железнову, но своё представление о некоем типе, идеальном или реальном. Статья называется «Десять мастеров. Одна модель». Итак, опубликованные в прошлом году статьи «Женский портрет. Техника и творчество» вызвали широкий читательский интерес. Авторы многих писем не только благодарили за нужный материал, содержащий ценные практические советы, но и просили продолжить серию этих публикаций, рассказать о творческих методах и технических приёмах, которыми пользуется, работая над портретом, кто-либо из ведущих мастеров этого жанра. Идя навстречу пожеланиям читателей, редакция решила провести эксперимент и предложила десяти известным портретистам принять в нём участие. Условия были простыми, но жёсткими. При полной свободе творческих решений все будут снимать одну и ту же модель. На эту роль согласилась художник Ида Железнова. И каждому для работы отводится один съёмочный день. Для публикации в советском фото будет отобран один портрет. Последнее из этих условий оказалось сложным, но уже для редакции. Практически все авторы представили по несколько совершенно разных и равноинтересных портретов. О том, как работали фотомастера, рассказывает наш специальный корреспондент Павел Ивченко. Здесь я должен сделать примечание. За достоверность произнесения фамилии авторов стопроцентно не ручаюсь. Итак, Леонид Тугалёв оказался в сложном положении. Когда мы приехали к нему в Юрмалу, было около восьми часов вечера. А утром следующего дня он отправился в командировку, придерживаясь своей отработанной схемы, снимал в обычной жилой комнате с большим окном, занавешанным белой лёгкой тканью. Модель была усажена на стул в глубине комнаты на фоне окрашенной в серый цвет стены. Никакого искусственного освещения или подсвечивающих отражателей. Выдержки при диафрагме 2,8-4 составляли от 1,4 до 1,2 секунды. На плёнке 130 единиц ГОСТа. 35-миллиметровая камера была поставлена на штатив. Объектив 100 миллиметров. Главным помощником фотографа была его жена, которая не только следила за состоянием одежды и прически модели, но и создала какую-то особую обстановку общей заинтересованности и важности происходящего. Обычно, по его словам, Тугалёв снимает не спеша, часа три не менее. Но в данном случае его сеанс был похож на шахматную блицпартию. Хотя не менее часа уходило на подготовку, сама съёмка длилась минут 15. Гуннер Бинде. Сначала провёл пробную съёмку в студии, видимо, желая проверить пластические возможности модели. Снимал 35-миллиметровой камерой с блицем, применяя широкоугольник и штатный объектив, быстро меняя точки съёмки и ракурсы. На утро были готовы к контрольке этой съёмки. Неудовлетворённый первыми пробами, хотя многие снимки мне очень понравились, Бинде сказал, что намерен снимать в старинном доме. Сюжет о семье и на озере. Плакатный сюжет. В старинном доме Бинде снимал 35-миллиметровой камерой с блицем и дополнительной фотолампой для подсветки теней. Работал он со своим постоянным соавтором, художником Плаудисом. Плакатный сюжет на озере предполагалось снимать на фоне горящих щитов. Съёмочная аппаратура была той же. Использовались объективы с фокусным расстоянием от 35 до 105 миллиметров. Кроме художника в работе участвовал и профессиональный актёр. Железнова была посвящена в тематическую суть будущего снимка, но точное композиционное решение режиссёрами заранее не было выработано. Предполагалось, что сама модель интерпретирует словесный образ. Гуннер рассчитывал, что щиты будут гореть долго, но они сгорели за две минуты, предельно ограничивая возможности фотографа. От пиротехники задымилась обувь, но к чести исполнителей они не покинули горячую съёмочную площадку. Антонас Суткус принял участие в нашем мероприятии, хотя в то время был в больнице. Его съёмочной площадкой стал больничный сад. Суткус сработал с помощницей, роль которой была важнее, чем казалось на первый взгляд. Вступая в активный контакт с моделью, она давала возможность фотографу оставаться в тени, наблюдать и изучать свою героиню как бы со стороны. Сутку снимал 35-миллиметровой камерой с блицем, хотя в 4 часа погода была прекрасной. А также Пентаконом Сикс с объективом 50 миллиметров без блица и без применения каких-либо светофильтров. Специальных задач перед моделью фотограф не ставил, ситуации не режиссировал. Просто трое людей ходили по парку, шутили, снимали друг друга. Спустя неделю мы увидели множество контролек и скупые пометки автора. Валерий Корешков. По его словам, с самого начала имел чёткий план съёмки. Он задумал сделать серию из трёх фотографий с постепенно укрупняющимся планом. Корешков знакомил модель с Вильнюсом и непринуждённо как бы по ходу дела снимал. На улицах с цветущими вишнями среди новой архитектуры Вильнюса в кафе. Всё время при естественном освещении. Две 35-миллиметровые камеры с набором объективов от 24 до 200 миллиметров к концу отработали 12 плёнок. Казалось бы, съёмка носила стихийный характер. Сюжеты его портрета врождались спонтанно, подсказанные окружающей обстановкой, меняющимся настроением модели. Кадры, снятые с насадкой, расширяющей угол зрения нормального объектива до фишая, перемежались кадрами, снятыми 200-миллиметровым объективом. Трудно сказать, много это или мало, если учесть, что автор решил рискнуть и часть материала обработать экспериментальными методами, повышая контраст плёнки и огрубляя структуру изображения. Когда съёмка закончилась, фотограф признался, что хотя он доволен своей работой, первоначально задуманные кадры так и остались не снятыми. Рамуальдос Рокаускас Встретил нас в Каунасе, когда цвели вишнёвые сады. Для автора широко известной и постоянно расширяющейся серии цветения – это традиционно горячие съёмочные дни. Первый его вопрос был для Железновой неожиданным – хорошо ли она ездит на велосипеде? Положительный ответ успокоил фотографа. Место съёмки Рамуальдос наметил заранее. На домашнюю подготовку, выбор одежды, поиски подходящей шляпки и объяснение предполагаемого сюжета ушло часа два. В роли помощника здесь также выступала жена фотографа. Она умело освобождала фотохудожника от множества мелких забот, поддерживая творческую обстановку, помогая ему сосредоточиться на главном. На сборы аппаратуры Рокаускас потратил минимум времени. 35-мм камеру он не отягощал телеобъективами мощнее 120 мм. Не брал на съёмку и вспомогательных осветительных приборов. Погода была неустойчивой. Первый кадр – девушка на велосипеде с летящей шляпкой. Снимался на фоне приближающегося грозового облака. Затем были дубли, варианты, вынужденные паузы из-за дождя, новые обсуждения кадроплана. Капли дождя подсказали композицию следующего кадра. Крупно лицо через стекло. Диагональная композиция. Более сложные сюжеты. Веточка цветущей вишни и женщина, сидящая в автомобиле. На съёмке я не присутствовал и, естественно, спросил у Железновой, как ей работалось. «Легко», – сказала она, – «как всегда, когда задание понятно и созвучно настроению». Сергей Костромин. Будучи незнаком с героиней своей съёмки, решил обыграть это обстоятельство и сделать своим первым сюжетом реакцию женщины на внезапную встречу. Именно это мгновение он и зафиксировал камерой с форматом кадра 6х7 см. Второй сюжет Костромин решил снять в маршрутном автобусе. Снова одной из составляющих снимка должна была стать естественная человеческая реакция. Только теперь модель позировала, а реагировали на происходящее пассажиры автобуса. Съёмка велась штатным объективом без каких-либо дополнительных приспособлений. Да, и применить их автор вряд ли сумел бы в этих условиях. Нелегко снимать одной рукой, держась другой за поручень движущегося городского автобуса. Выбор кадра производился из 10-15 конкурентноспособных контрольных отпечатков. Павел Кривцов. Для нашего эксперимента должен был выкроить время в плотном графике дежурств и командировок фотокорреспондента газетчика. Он заранее встретился с моделью у неё дома в обычной обстановке. И неожиданно для всех решил не снимать её за работой, объяснив это тем, что мир художника вовсе не атрибутика его мастерской. Павел Кривцов пришёл на съёмку совсем не командиром положения. Был спокоен, внимателен. Беседа с моделью была мало похожа на традиционный разговор о построении кадра. Расспрашивал, открыто сомневался и снимал между делом, не руководя, без нажима. Его аппаратура – две 35-мм камеры с объективами от 35 до 200 мм. Как-то незаметно он снял около 30 кадров дома, за сборами. Побывали в мастерской художницы ещё две плёнки, побродили по парку. Сюжеты, выбранные им, явно перекликались с темами живописных автопортретов героини. И, как оказалось позже, фотографии вышли близкими им по духу. Вадим Крохин снимал, как говорится, с колёс. Время было распределено точно. Его вооружение – две 35-мм камеры с мотором. Объективы Фишай – 85 мм, 300 мм. И двухкратный телеконвертер – зеркальный 500 мм. И мощный блиц с ведущим числом 36. Мимоходом, без особых указаний, сняв несколько кадров в тени арки около дома, он на предельно допустимой скорости помчал нас на машине на другой конец города. Именно там, по его мнению, городской фон был наиболее интересен. Никто не мешал фотографу снимать с близкого расстояния, но Крохин выбрал 500-мм объектив и, кратко объяснив задачу, удалился метров на 25. Серия, корректировка, ещё серия. И мы снова мчимся теперь уже по кольцевой автомагистрали. Крохин снимает модель на фоне новых кварталов, прямо на разделительной полосе шоссе. Объектив – 300 мм плюс телеэкстендер. Это уже 600 мм. Съёмка ведётся с рук. Модель бежит на фотографа. Мы едем на Олимпийскую велотрассу. Причудливость её виражей привлекательна. Солнце заходит, и для подсветки теней Крохин устанавливает блиц. Опять снимает 300-мм объективом с телеэкстендером. С рук. Хотя, по нашему мнению, ему нужно было бы воспользоваться штативом. Темнеет. И последний кадр с зеркалом в руке он делает в свете фар автомобиля. За два сеанса было снято пять плёнок. На четвёртый день фотограф представил на выбор семь различных непохожих друг на друга портретов. Виктор Резников. Как он утверждает, задолго до съёмки представляет себе будущий кадр. В течение 15 минут он может развернуть в квартире Блиц-студию с фоном и тщательно подготовить для съёмки всё необходимое, вплоть до мельчайших деталей. От модели он требует максимальной собранности и предельной точности выполнения заданий. В данном случае он использовал камеру форматом 6х6. Со съёмным адаптером и 5 осветительных приборов. Съёмка велась параллельно на чёрно-белую цветную плёнке. На подготовку костюма, макияж и построение композиции первого сюжета ушло более трёх часов. Композиционные вариации заняли ещё час. Сама съёмка шла 15-20 минут. После перерыва дополнительные вариации по второму сюжету заняли около часа. Валерий Плотников не смог снимать в мастерской художницы, так как не было возможности установить аппаратуру на достаточном расстоянии от заинтересовавшего его фона. Тогда съёмку решено было перенести на природу. Он заранее наметил определённый участок леса, соответствующий его плану. На опушке леса в это время дня был контровой свет. Подсветку теней создавал блиц с зонтичным отражателем, составленный из трёх ламп вспышек луч, установленных на штатив. Фотограф привёз стул, аксессуары, которые могли бы пригодиться, бумагу, зонт, защищающий от солнца. Не особо утруждая модель расшифровкой своих планов, он расставил все предметы, отмерил рулеткой расстояние от блица до лица портретируемой и начал снимать, давая лишь общие указания по композиции. Камера форматом 6х6 с объективом 50 мм стояла на штативе, а в кофре так и остался лежать нетронутым всего один дополнительный объектив с фокусным расстоянием 150 мм. Дозировка света блица согласовывалась с естественным освещением. На плёнку в фото 65 съёмка велась с диафрагмой 4 при выдержке 1,15-1,30 секунды. Откроем небольшой секрет. Фотограф остался недоволен результатом работы, так как при просмотре контролек понял, что надо было вспомнить про объектив с фокусным расстоянием 150 мм. От редакции. На этих страницах читатели смогут познакомиться с результатами своеобразной портретной эстафеты. Её участники заверили, что они готовы в последующих номерах журнала ответить на вопросы читателей, поделиться своими мыслями о портретном искусстве. Да, и в виде маленького паскриптума надо сказать, что в книге по этикофотографии приводятся два снимка вышеупомянутых авторов, которые не были приведены в журнале. Коллеги, подписываться на мой канал я вам не предлагаю, учитывая его специфичность. Но если вы это сделаете, чтобы быть в курсе о новых выпусках цикла бесед о фотографии, то это не возбраняется. Выражаю вам признательность за интерес к фотографии прошлого. О своих впечатлениях пишите в комментариях. Да, и можете посмотреть другие выпуски. Материалы подготовил Юрий Мигунов. Канал Мастер Хоу.